Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы обратимся сейчас к 23 главе книги «Деяний апостольских». 23 глава продолжает рассказ об аресте, обвинении апостола Павла в Иерусалиме о суде, вернее о нескольких попытках разных людей судить апостола Павла, потому что все это тянется, уходит много времени, они все время Павла то в чем-то обвиняют, то допрашивают. На самом деле несовершенство и такая нерешительность этого якобы правосудия поражает. Люди по большей части думают не о том, чтобы принять решение, а о том, чтобы не взять на себя ответственность. Ну вот 23 глава застает эту историю в таком состоянии. Павел, выступая с оправдательной некой речью, защитительной речью перед иудеями, был арестован, потому что вызвал страшное возмущение, просто первомайскую демонстрацию на тему собаки-собачьей смерти. Там все кричали, скандировали убить его, чтобы не убили его, арестовали. Хороший способ вообще, да? А, значит, посадить в тюрьму, чтобы его не убил возмущенный народ. Ну вот это да, это такая наша жизнь. И вот в 23 главе тысяченачальник выводит Павла из тюрьмы на очную ставку с Синедрионом, с первосвященниками во главе с Хананом, который здесь в нашем русском переводе назван Анания. Вот этот самый первосвященник Ханан, да, возглавляет, так сказать, делегацию обвинителей. И Павел, увидев этот Синедрион, начинает, собственно, только начинает говорить, я всею добрую совестью жил перед Богом до сего дня. Как тот первосвященник распорядился бить его по устам. Смотрите, дальше в третьем стихе апостол Павел говорит этому самому Ханану, «Бог тебя будет бить, стена подбеленная». И, в общем, русский перевод довольно старательно не передает некоторое эмоциональное содержание этой фразы. по-видимому, вполне сознательно это делает. Но, тем не менее, это эмоциональное содержание там есть. Что-то вроде сам такой. Потому что первосвященник говорит, бейте ему по устам, он там, значит, говорит что-то неправильное. Павел ему говорит, ты, стена подбеленная на себя, посмотри, Бог тебя будет бить по устам. Что-то вот такое примерно. Да? Ты сидишь, чтобы судить по закону, а велишь бить меня. И тогда Павла упрекают, обвиняют в том, что он поносит Божьего первосвященника. Ну, вот как изменились времена. Потому что сегодня в такой ситуации каждый человек вполне справедливо заметит, что то, что этот персонаж первосвященник не дает ему права быть подлецом. И не дает ему права быть лжецом. И не дает ему права бить Павла. Упоминание, что ты поносишь первосвященника Божия, для современного человека в подобном контексте ничего не меняет. Да он хоть дважды первосвященник, тем не менее. Да, существуют некие требования, обязательные для всех, вне зависимости от своего социального положения. А Павел реагирует неожиданным образом. Не так, как мы ожидали бы увидеть. Он не говорит, закон Божий и над тобой тоже. Он говорит, нет, я не знал, что он первосвященник, потому что написано, начальствующего в народе твоем не злословь. Ну, написано про царя, а не про первосвященника. И когда уже ни царя, ни первосвященника не было. И все такое прочее. Можно здесь много разных слов на эту тему говорить. Тем не менее, мы видим с вами, что по факту Павел выбирает вот такой путь. Хорошо, вот закон, так закон, он же свидетельствует о том, что он наставлен в отеческом законе и к язычникам пошел, язычникам свидетельствует, потому что Бог ему так велел, а не потому что сам он это себе придумал. Стало быть, вот он в данном случае вполне себе поступает по закону. И говорит по закону, и оправдывается по закону начальствующего в народе твоем не злословь. Ну, я не злословь, но он первосвященник. Хотя, правда, некоторые толкователи видят в этом как раз сарказм. Полагая, что Павел говорит что-то вроде, ну, какой же это первосвященник? Он говорит, тоже мне первосвященник. Да, если бы он был первосвященником, я бы его и не злословил. Но все же это несколько, мне кажется, притянутое за уж толкование. Наиболее простое и предпочтительное принять, что Павел отказывается от спора с первосвященником и вообще, предпочитает, не углубляться в эту тему. Вместо этого он видит, что здесь часть садукеев, часть фарисеев. Их приблизительно поровну, ну, плюс-минус невозможно в каждую эпоху, на каждый год. Тем более, что состав синдриона несколько меняется. Точно знать процентное соотношение и невозможно, и по большому счету не так важно. А важно, что часть, около половины садукеев, около половины фарисеев. И здесь апостол Павел делает такой вот важный очень ход, стратегический. Узнав, что здесь половина фарисеев, он говорит, «Меня судят за веру в воскресение мертвых». Мужи-братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят. И все, и все уже забыли про Павла, что собрались, чтобы его выслушать, обвинить, оправдать, осудить, найти за что там, его покарать или не покарать. Все уже, все никому не интересно. Все начинают с пены у рта обсуждать вот эту самую веру в воскресение мертвых. Произошла между ними расприя. Потому что в садукеи, как здесь вскользь рассказывает евангелист Лука, садукеи, в общем, они не верят не только в воскресение мертвых, но и в ангелов не верят, в бессмертную душу, во что они там только не верят. Скорее было бы удивительно попытаться найти, во что именно верят садукеи, потому что и в посмертное воздаяние они тоже не верят. У них достаточно своеобразные на эту тему взгляды. По-моему, такое впечатление, знаете, что садукеи верят только в пожертвования, в храмовую казну. Это вот да, это достойно культа, а все остальное слова. А фарисеи, да, они такие потомки книжников, мудрецов, заимствующие, творчески перерабатывающие идеи. Ну вот, фарисеи садукеи здесь вступают в жесточайшую расприю. По-видимому, как всегда, вообще непонятно, каким образом Синдрион мог работать, и что-то все-таки, какие-то все-таки решения принимать в этом самом своем Лешкад-Хагазим, в зале тесных камней, пристроенном к храму, где вот, значит, этот самый Синдрион собирался. И в результате оказывается, что, в принципе, расчет апостола Павла вполне верен. Вполне верен, потому что фарисеи кричат, ничего худого мы не находим в этом человеке. А если у него было какое-то видение, дух или ангел ему говорил, они-то верят их в духов, в ангелов. Ну, значит, не будем противиться Богу. Бог что-то счел, нужно ему сказать и сказал. Ну, а Саддукеи, соответственно, с этим всем не соглашаются. Кончается дело тем, что тысяченачальник, оставив их, похоже, спорить друг с другом, просто уводит Павла, чтобы они не растерзали Павла. Он приказывает воинам сойти, забрать Павла и отвезти обратно в крепость. Вот, собственно, каким образом суд или попытка Синедриона рассмотреть поступки Павла и обвинения против него заканчивается ничем, вообще ничем. Его из крепости на это якобы судилище привели, обратно в крепость увели, потому что ничего не получил, скажем, в скоте. Зато важно, что в этот момент сам Господь говорит апостолу Павлу нечто важное о его дальнейшем служении. Явившись ему ночью, Лука не записывает подробностей во сне или как-то иначе. Явился ему ночью Господь и сказал, «Дерзай, Павел, как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать в Риме». И дальше, собственно, весь дальнейший рассказ апостола Луки до конца деяния именно о том, что дальше будет происходить, как это повеление Бога будет исполняться достаточно сложными и, в каком-то смысле, такими извилистыми боковыми путями. Вот, Господь посылает апостола Павла в Рим на некоторое вот такое служение свидетельства. Тем временем находятся религиозные фанатики, фанатики, которые заклялись ни есть, ни пить, пока не убьют Павла. Причем не абы сколько, человек 40 с лишним. Вот, кушать не могу, пока не убью Павла. Далее они такой зарок. Ну, вот, в общем, религиозные фанатики, они везде и всегда приблизительно одинаковые. Такая же нелепая и злобная публика. Им лишь бы убить, осмыслить, критически обдумать, найти аргументы. Нет, нет, это не про них. Это не про них. Мы прям вот не будем ни есть, ни пить, пока не убьем апостола Павла. Довольно глупая идея, потому что, если дело затянется дольше, чем дня на 3, 4, 5, так они же от жажды уже бедненькие ослабеют. Тем не менее, вот у них такая идея эмоциональная. Очень видно, до какой степени неподобающая вещь вот это вот религиозный фанатизм. Их желание убивать по религиозным мотивам. Потому что ничего такого достойного смерти Павел такие впрямь не совершает. Не совершает. Взгляды его не нравятся определенным людям. Но не более того. Слова его могут звучать шокирующе. Но не более того. Почему, собственно, они так упираются, чтобы убить Павла? То ли потому, что где-то за кадром рассказа евангелиста Луки присутствуют люди, которые кивают на слова апостола Павла. Присутствуют люди, которые понимают, о чем он говорит, и, может быть, даже вовсе не так негативно к этому относятся. Может быть. Ну, при всем том, заметьте, что христиан во всех этих главах с 22 и дальше не видно вообще, как будто их там не существует от слова совсем в этом Иерусалиме. Они отдалились, Павел, чужое не их ответственность, мы не хотим его знать. Все. Они вышли от нас, не были наши. И да, действительно, апостолу Павлу приходится обращаться за помощью к фарисеям, а потому, что больше некому. Итак, вот эти самые... В современном мире тоже в разных религиозных конструкциях мы обнаруживаем подобного рода фанатиков, которые готовы пожертвовать собой, чтобы не пей, не ешь, убить либо конкретного человека, либо просто как можно больше людей. И поэтому они подговаривают первосвященников и старейшин, чтобы те попросили тысяченачальника снова привезти Павла. Очень сложная комбинация. Эти самые ревнители приходят к первосвященнику и говорят, давайте так, вы скажете тысяченачальнику, чтобы он к вам привел Павла, а мы его по дороге убьем. Это становится известным. Некий племянник Павла сообщает ему об этом и, в конце концов, сообщает об этом также и тысяченачальнику. И поэтому тысяченачальник отправляет Павла в Кесарию, в город, где находится наместник. Вот средняя часть главы – это вот такой вот рассказ об интриге, как одни пытаются выманить Павла на людное место, где там, значит, снайперы будут другие, в частности, этот племянник пытается что-то изменить, предупредить. И, в общем, характерно для тысяченачальника то, что он поверил этому Павловому племяннику. И вот увозят к правителю Феликсу. И чтобы объяснить, почему он так поступает, этот самый тысяченачальник, Клавдий Лисий, пишет правителю Феликсу письмо, которое здесь Лука, собственно говоря, и приводит. Очень характерно, очень поучительно, потому что, вот Лисий пишет, этого человека иудеи схватили, готовы были убить, я его отнял, говорит, он узнал, что он римский гражданин. Он не говорит, что я тоже хотел убичевать, пока не узнал. Ну, зачем? Я его спас, отнял, потому что римский гражданин. Потом я попытался узнать, в чем же его обвиняют, почему его хотели убить. И нашел обвиняя, что обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, и что нет в нем никакой вины, достойной смерти. По крайней мере, вот здесь, в этом тексте, разговор идет о разных мнениях в рамках иудейской веры, иудейской религии. И римские должностные лица предпочитают вообще не вникать. Они знают, что иудаизм их времени довольно плюралистичное такое явление. В нем есть разные течения, которые не согласны между собой. Вот в первой половине, в самом начале этой главы, только что Лука рассказывал о том, как передрались друг с другом вплоть до вырывания бород и пейсов друг у друга фарисеи и саддукеи. В этом нет ничего предосудительного, считает Клавди Лисий. Ну, разные мнения, но не убивать же из-за этого. Обратите внимание, что подобная позиция, которую можно было бы назвать веротерпимостью, это еще далеко не вся правда о позициях римлян, поэтому вопрос у римского государства. Как правило, подобного рода безразличия объясняются пренебрежением, внутренним пренебрежением римлян, римской власти, там далеко не все были римляне, римской власти, вот к этим самым разнообразным народным культам. Есть другая позиция, с которой Павлу еще предстоит столкнуться, представление о том, что вера есть дело имперское, и римское государство одно только и правомощно решать, во что кому верить, поклоняться и так далее. Поэтому на самом деле не так оптимистично отношение римской власти к религиозным спорам, как нам здесь представляется по последней части 23 главы. «В нем нет никакой вины достойной смерти или оков». Действительно, разница мнений среди иудеев это не поступки достойной смерти оков. Вот если бы Павел сказал «Мой Господь, это Иисус из Назарета, воскресший», что, собственно, Павел и говорит, «Ай, не!» «Тот странный человек в Палатинском дворце, который себя называют Кириос, вот это был бы нововводный культ, за что, конечно, полагается кара, это была бы государственная измена. Но, видимо, чуть позже, в первой половине 60-х или в середине 60-х годов уже формируется вот этот взгляд на вещи. Представление о том, что не следует, нельзя почитать никаких других богов, не должно быть нововводных культов. Но здесь в письме Лисия, которое предлагает нашему вниманию Евангелисту, Лука, ничего подобного нет. Там прямо оно такое доброжелательное и вполне себе толерантное. «До меня дошло, что иудеи злоумышляют на этого человека, и поэтому я его переправляю к тебе». С одной стороны, Лисий пишет черным по белому, что он никакой вины не нашел, но он не освобождает Павла. Он не принимает решение взять и освободить его, а отправляет к вышестоящему начальству, вот ты сам отвечай за эту историю. По-человечески очень можно понять, конечно, отыщеначальника Клавдия Лисия. Но каково Павлу, который вынужден все это переносить, сидя в тюрьме? Лисия. М estimated гряде, эго-чужевным, который вынужден свой путь, который вынужден к claims, самый роман. Не не жил. Продолжение следует...